Китайский вирус шагает по миру. Помимо Поднебесной, Роспотребнадзор уже рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Похоже, в этом сезоне отпусков многих путешественников больше волнует вопрос, как обстановка с коронавирусом в выбранной стране. И что делать тем, кто уже приобрел путевки, узнал наш корреспондент Наталья Чекет. Многие путешественники планируют свои поездки заранее и приобретают путевки за несколько месяцев, а иногда и за полгода. Однако панические настроения вокруг коронавируса поставили в тупик россиян. Особенно тех, кто собирается в ближайшее время провести отпуск на одном из самых популярных направлений наших граждан в Италии. Но не только Италия оказалась под вопросом. Теперь вся Европа и страны Азии. Поэтому многие начали задумываться об аннулировании туров. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Такое объявление дает туристам право добиваться возврата денег за приобретенную путевку. В случае возникновения угрозы безопасности жизни и здоровья граждан в странах временного пребывания потребитель имеет право потребовать в судебном порядке расторжения договора об оказании туристских услуг, либо его изменения. Изменения можно потребовать в плане изменения сроков поездки, либо изменения страны пребывания. В соответствии с этой информацией, размещенной на официальном сайте Ростуризма, агентствам и туроператорам рекомендовано приостановить формирование и реализацию туристских продуктов. Они обязаны всех туристов, с которыми уже заключены договора о реализации туристского продукта в указанные страны, информировать их об эпидемиологической ситуации, а также о порядке расторжения и изменения договора. Заявление Ростуризма и Роспотребнадзора является рекомендацией, а не запретом. Это значит, что россияне в праве самостоятельно решать, стоит ли им отправляться в данные страны. Однако следует помнить, что при посещении государств, в которых много зараженных коронавирусом, необходимо соблюдать правила безопасности. Это соблюдение правил личной гигиены, это по возможности исключение контактов с больными людьми, с людьми, у которых имеются признаки респираторной вирусной инфекции, кашляющие, чихающие люди. Это по возможности в данной ситуации использование масок индивидуальных, потому что так или иначе, это эффективное средство профилактики. Еще одной рекомендацией является обязательно мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест. Употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду. Не рекомендуется посещать рынки, где продаются морепродукты, а также культурно-массовые мероприятия с участием животных. Если во время поездки турист начал испытывать первые признаки заболевания, необходимо сразу же обратиться к врачам. При недомогании, которое возникло уже после возвращения домой, следует сообщить российским медикам о прошедшей поездке. На улицах областной столицы мы решили узнать, поменяют ли свои планы Тверичи на отпуск в связи с распространением нового типа вируса. Думаю, что воздержалось бы. Как-то это напрягает. Ну, я сильно не обращаю внимания на это. Если я планирую куда-то ехать, я все равно поеду. В этом году даже в Турцию и в Египет не едем. Страшно. Только в Крым. В Китай бы не поехал. А в другие страны? В другие запросто. Если кто проспонсирует, готов хоть завтра. Ну, сейчас тяжело что-то планировать. Тем более, в данной ситуации. Перспективная была... Я, по-моему, так это Турция. Но сейчас сложившиеся ситуации, ну, я бы не поехал. Эксперты рекомендуют, вне зависимости от страны, выезжая на отдых, заранее ознакомиться, какие инфекционные риски существуют в этих странах, чем есть вероятность заболеть. И при первых признаках любого заболевания не заниматься самолечением, а обратиться в больницу. Продолжение следует...